Занятость означает усталость. Усталость означает разрушение семьи. Потому что близкому человеку невозможно доказать, что я устал. Допустим, женщина, она должна отдавать эмоции мужчине, для того, чтобы он, вернее, даже не для того, чтобы он, а потому что он считает, что иначе ты ему предаешь. То есть женщина должна отдавать ему свои эмоции. Что это значит? Она должна как-то улыбаться ему, вот так вот. Ну, то есть отдавать ему эмоции. Он для этого и идет домой, чтобы это увидеть. Если он видит, что жена не отдает ему эмоции свои, то он считает, что она его предала. Скажет он об этом или не скажет, не имеет значения. Но он как бы будет считать, что что-то не то. Он не скажет конкретно, что не то. Но мужчине понять. Только развитый мужчина может понять, что когда жена не улыбается, а скорее всего в это время она наоборот вот такая, то это не значит, что она его не любит. Больше того, в это время, когда ей тяжело, женщина обычно еще и считает тебя виноватым. Ну, то есть женщине очень трудно, вот когда ей тяжело посчитать себя виноватым. Природа женская по-другому работает. Она быстро находит причину в муже. И еще и мало того, что она не улыбается, она еще и ему портит, как бы спицы, колеса вставляет. Мужчина, и все это означает только одну вещь. Женщина устала. Нехватка женской энергии. Какая женская энергия? Что это за энергия? Энергия любви. Женская энергия – это энергия любви. И этой энергией женщина живет. Она живет этой энергией. Откуда она берет энергию любви, женщина? Откуда? А? От Бога раз – это самый последний вариант. От природы? От природы – это предпоследний вариант. От мужа, вот мужчина. От мужчины она берет энергию. Мои хорошие, она на вас тратит энергию, а не берет от вас. Нет, это хорошо тоже путешествие. Видите, вы не знаете даже, откуда женщина берет энергию. От общения с кем? Женщинами. Тишина в студии. Вы не знали? Женщина берет энергию от общения с женщинами. И общения с детьми. Но с детьми не всегда. Если надо воспитывать детей, она тратит силы. Но когда дети в хорошем настроении, они делают все правильно, она от них берет силы. От детей. Она берет силы от мамы, когда она не болеет, тоже как бы все нормально у нее. Но больше, в основном, чаще всего, женщина должна брать силы от подружек. Она должна с ними чирик, чирик, чирик. И мужчины не должны как бы вмешиваться в этот вопрос. Если жена целыми днями чирикает, ходит, она заряжает батарейки. Вам тоже достанется, не волнуйтесь. Представьте, если компьютер разряженный, вы его включаете, он выключается. Ну, стукните по нему, от этого ничего не поменяется. У нее не хватает энергии. Как определить, что у женщины не хватает энергии? Она нервничает, злится, не улыбается, не радуется. Она как бы начинает оскорблять, вести себя нехорошо, капризничать. Вот разницы никакой нет, как себя ведет ребенок, когда устает, и женщина. Один в один. Мужчина по-другому может себя вести. Ну, некоторые мужчины тоже капризничают, но это как бы их не красит. В основном мужчины, когда устают, они взрываются в какое-то свое, во что-то, и там живут. В компьютере, в телевизоре где-нибудь, в гараже. Они как бы, когда устают, им надо просто зайти в свое пространство, в котором больше никого нет, кроме него, и там в нем забыться. Ну, он там питается силой. Как восстанавливается. Ну, какое-то любимое дело он делает, восстанавливается. Мужчина. На женщину мужчина тратит свою энергию. Женщина тратит на мужчину свою энергию. Как выглядит мужчина, который не может обрадовать женщину. Он не интересуется ее жизнью. Пришел домой, как будто не пришел домой. Он здесь, но его нет. И так далее. Женщина думает, предатель. Ты что вообще? Как же так? То есть она требует энергию. То есть, если мужчина требует энергии любви, что полывалось, ля-ля-ля-ля. Вот. Он требует, он не может без этого жить. То женщина требует энергию стабильности и устойчивости, защиты в личных отношениях. То есть, она должна видеть, что она находится в пространстве мужа и защищена этим пространством. Что это пространство обкружает ее со всех сторон, и она в надежной защите находится. Если она видит пространство мужа, ее не окружает. То есть, она вообще где-то живет в другом месте. То это означает, что он устал. Больше ничего не означает. Если вы думаете, что он вас предал, и вообще как бы он дурак, не понимает, как ему надо себя вести дома, он понимает. Просто он не может. Потому что мегаполис означает нет сил. Большинство людей устают. Они уставшие, у них нет сил. Силы раздербанивает, работа, дорога. Сам город не дает силы. Там нет силы в городе, мало деревьев, мало природы. Все камнем застроено. Камень не дает силу человека. Дает силу, дает только... Не имеется в виду даже не камень. Камень-то дает. Асфальт там. Все, что сделано человеком, это силу не дает. Дает силу природы, деревья, лес, солнце. Воздух свежий. То, что связано с Богом, дает силу. Храм дает силу. Люди, добрые люди дают силу. Доброта человеческая дает силу. Вот у девушки все хорошо, но она приходит на лекции, потому что она заряжается здесь. Которая цветы подвнесла. Она давно уже работает над собой. У нее есть сила побеждать судьбу. Но она приходит на лекции, потому что ей нравится эта атмосфера. Она заряжается здесь, получает счастье. То есть, видите, главная проблема, оказывается, жизни в городе заключается в том, что люди все разряжены. У них нет энергии жить счастливо. Есть несколько причин такой разрядки. Первая причина – город, суета. Вторая причина – желание. То есть, мы хотим развиться. Мы хотим, чтобы работа лучше была. Мы хотим защиты, стабильности в жизни. И поэтому мы свою психику направляем в будущее. Мы постоянно ждем, ожидаем, что у меня что-то произойдет хорошее в жизни. Будущее направляем в силу. Это направление сил в будущее также истощает человека. Человек заряжается только в настоящем. Нужно принять свою жизнь, каждую секунду учиться принимать. Если ты едешь метро или на машине, и ждешь, когда ты приедешь, ты истощаешься в это время. Для того, чтобы не истощаться, нужно заставить себя что-то делать хорошее в это время. Некоторые говорят, в машине невозможно что-то делать хорошее. Вы ошибаетесь. Можно слушать лекцию. Если вы не можете слушать лекцию, слушайте музыку духовную, молитву слушайте, звук. Но заставить себя нужно заставить. Переключиться, допустим, вы видите, когда приеду, опять эти пробки там. Хорошо, переключитесь. Скажите, все, я не хочу в этом состоянии находиться. Это истощает, разрушает мою семью. Когда человек ждет чего-то, он разрушает свою семью, потому что он истощается, и у него нет сил на близких. Все. Главная причина разрушения семьи – нет сил на близких. Мы нервничаем, злимся, кричим друг на друга. И причина только одна – у нас нет сил. Вы говорите, нет у нас причина противоречия между нами. Но вспомните, день ругаемся, день нет. Противоречие же не меняется за пять секунд. Оно есть. Где-то глубоко. Но оно выходит наружу, когда нет сил. Противоречие не является причиной разрушения семьи. Оно просто есть, и все. У каждого человека с другим человеком есть противоречие всегда. Ну, допустим, если у меня нет сил читать лекцию, мои противоречия с вами вылезут наружу. А если у меня есть сил читать лекцию, никаких противоречий. Все классно. Итак, свободное время. Чем человек в городе должен заниматься для сохранения семьи? На первом месте стоит что? Правильно, здоровье на первом месте. Молодцы. Здоровье стоит на первом месте. Если у человека нет сил, он не пойдет ни в храм, не сможет нормальное отношение с женой, с другими, нет сил. Главная проблема в городе, нет сил. Проанализируйте. Если у вас есть силы, вы чувствуете себя хорошо, неужели вы не уделите внимания своим близким людям? Я не верю. Все, кто сидят здесь в зале, обязательно. Они все настроены. Вы все настроены. Правильно делать, жить хорошо. Есть силы. Сделайте приятное близкому человеку. Нет сил. Значит, нужно что делать, девушка желтенькая? Что делать? Нужно накапливать силы. А вы что делаете? Подумайте об этом. Все рушится из-за того, что нет сил. Итак, первое – это здоровье. Как человек может получить здоровье? Мужчина получает здоровье из хобби. Из хобби, из природы. Из природы все получают силы. Из хобби, влечения каких-то интересов. Мужчина получает силы. Дальше из природы. То есть нужен спорт, нужно движение. Причем интересно, что у всех по-разному. Например, женщина, она должна движение соединить с творчеством для здоровья. Она не может просто бегать по лесу. Ей нужно обязательно, чтобы была музыка там или что-то такое. И она может аэролубику там делать, чтобы было все красиво. Но даже если она решила бегать, надо бегать красиво. Тогда это понравится. Недалеко бегать, а красиво. Потому что женщина накапливает энергию любви. Она, когда на улице, она должна всем улыбаться. То есть для того, чтобы эту энергию любви копить, нужно быть любимой и любить всех. Вот женщина копит силу с помощью такой вот вещи. Но при этом она должна знать, что она не должна попадать в атмосферу, где ей не нравится. Нужно найти атмосферу, где нравится, подумать. И там копить силу. Зарядку дома делать бессмысленно. Нужно найти парков много в Питере. Найдите какой-то ближайший парк, там делайте зарядку. Если вы боитесь, вдвоем собирайтесь. Женское сознание, женская сила воли не имеет индивидуальную природу. Некоторые женщины говорят, я не могу делать зарядку, потому что я женщина, у меня нет силы воли. Нет, вы ошибаетесь. У вас есть сила воли. Просто она имеет другую природу. Женская сила воли коллективная. Вот смотрите, допустим, вы, допустим, с подружкой договаривались. Давай завтра встанем пораньше. Вы сможете не встать пораньше, если вы с подружкой договорились? Нет, вы встанете. Почему? Потому что так действует женская сила воли. Она коллективную природу имеет. Договаривайтесь с подружкой. Общайтесь. Всегда вместе что-то планируйте. Не обязательно вместе идти, но планировать надо вместе. Ты в своем парке, я в своем. Пойдем, пойдем, все, ты вышла, и я выхожу, все. Будем заниматься зарядкой. Видите, если женщины золопались. Это правильно, так должно быть. Как определить, что именно это надо делать? Идти в парк, делать зарядку. Как определить? Вот смотрите. Если мне просто плохо, вот женщина, мне просто плохо. Это значит, что у вас страдает здоровье. То есть нет сил в теле. Это значит, нужно движение на свежем воздухе. Все. Очень просто все решается. Больше ничего не надо. Только это. Плюс нужны вещи, которые тоже восстанавливают силы. Это пророшее зерна восстанавливают силы. Зелень. Есть продукты, которые всегда только восстанавливают силы. Они только этим занимаются. Это зелень. Зеленая пища. Все листья там, салаты, все шпинаты. Пророшее зерна восстанавливают силы. Какие? Какие? Мне нравятся. Никакие полезно. Женщины часто покупаются, но полезно. Никакие полезно, а какие мне нравятся. Вот подумайте, какие зерна. Зерен много, в чем можно прорачивать? Все специи можно прорачивать, все крупы можно, все бобовые можно прорачивать. Все, что хотите, все, что съедобно, все можно прорачивать. В чем мне нравится, то и прорачиваю. Зачем? чтобы не было славы, вот этого, чтобы не было. Плюс зелень. Если, допустим, вам не нравится свежая зелень, потушите ее. Она тоже будет давать силы. Такие же. Плюс есть еще вообще такие вещи, которые вообще никто не знает. Допустим, берете, покупаете пшеницу. Где можно купить у птичек? На рынке, где птичек кормят? Там пшеница, цельная зерна пшеницы, можно найти, купить. Покупаете пшеницу. Берете ее, просто высыпаете куда-нибудь в тазик, наливаете там воды, так, чтобы она не задохнулась. Чуть-чуть, немножко. И подливаете потихоньку. Она проросла, не надо ее сразу кушать. Она должна вырасти вот так вот. А потом вы ее срезаете и в блендере делаете из нее напиток, то есть зелень эту всю, вымалываете просто в пену. И получается зеленый напиток петь. Это вам даст силу. Все. Движение. В основном в нашей культуре люди в основном не понимают смысла этого. Они не знают, зачем нужно движение. В основном люди думают, движение нужно для того, чтобы накопить мышцы там, фигуру сделать стройную. Это побочный продукт движения. Главная причина, главное, для чего нужно движение, это хорошее настроение. Когда у вас нет настроения, значит вы истощены физически просто и все. Нет физической силы жить. Нужно движение на свежем воздухе. Не дома. Дома бесполезно. Настроения не будет. Организм разомнется, все классно будет. Радости не будет. Радость идет от природы, не от движения. Но когда человек двигается на природе, он получает радость. Теперь. Я обижен, я в депрессии, все плохие вокруг, мир темный, Питер ненавижу. Что это значит? Значит, нет хороших отношений с людьми. Я должен делать добрые дела. Что нужно делать в этом случае? Самый простой способ, это пригласить друзей и бегать, прыгать вокруг них целый день. Вот в таком депресснике. Радоваться, улыбаться, прыгать, бегать, готовить, заботиться, кормить. В конце этого дня вся депрессия будет уничтожена. Вы зарядитесь полностью. У вас не будет ни одно чувство никакого, что у вас нет сил. Как это проявляется? Депрессия вот эта вот проявляется в жизни. В виде разрушения отношений. То есть вы видите, что отношения рушатся, потому что мы спорим, скандалим, злимся. Это означает нет сил. На что? На отношения. Когда у меня слабость, тоже нет сил на отношения. Слабость психическая, физическая слабость, тоже нет сил на отношения. Но при этом я еще как-то улыбаться могу, там, ну, не сильно энтузиастично. Но когда психическая слабость, человек вообще ничего не может в отношениях делать. Он обесточен. И эту слабость воспринимают близкие люди как предательство. Все, и мужчины, и женщины, все один, и тот же. Силы берутся от служения близким людям. Не то, что вы пирожки на улице будете раздавать, у вас сила от этого появится. Нет. Надо служить, приглашать к себе тех, кого вы любите. Не надо всех вообще друзей приглашать. Вот кого любите, того приглашайте и служите им. Через них Бог вам дает силы психические. Через этих людей. Понятна система? Дальше. Когда человек чувствует, не могу рано вставать, не могу не наедаться на ночь, не могу бросить предмную привычку, не могу не делать глупостей там и так далее. Это значит, не хватает духовных сил. И как получать духовные силы? Лекция воткнула в уши, слушаем. Первая стадия — это насыщение. Духовная музыка, молитвы, лекции. Насыщаемся. Силы чуть-чуть появились, на этом не надо останавливаться, идти надо в храм. Вот сегодня было крещение. Использовали день? Некогда было. Объясняю. Праздник — это особый день. В это время высшие силы, они же знают, что мы верим в них, да? Они знают. Поэтому есть договоренность определенная между высшими силами и нами. Какая договоренность есть? Что мы празднуем их. Вот в этот день. Они знают об этом или нет? Знают. И поэтому именно в этот день они дают больше милости тем, кто празднует. Поэтому, если такие есть договоренности... Вот, допустим, если вы придете на лекцию сюда, но договоренности нет, ну, тогда вы стойте возле входа, лекции не будет. Надо приходить на лекцию, когда она есть. Точно так же праздник. Мы не можем себе этот праздник сделать в другое время. Но он нужен человеку, такой праздник. Потому что этот праздник, он окрыляет, решает все проблемы человеку, и все, классно стало. Некоторые в очередь к психотерапевту записываются на год, ждут, когда же я к нему приду. Вы его с кем-то перепутали. Вам не надо никакой очереди стоять, просто сходите на праздник религиозный. Вот это и есть ваш психотерапевт. Он вам даст счастье, силы, любовь. Это Господь. Видите? То есть три варианта разрушения семьи. Все идут от отсутствия сил. Первый вариант. У меня нет здоровья, нет сил физических, я уставший человек. Второй вариант. Нет психических сил, я нервничаю, злюсь, разрушаю отношения. Третий вариант. Тяжелый период жизни, что-то не получается, заклинило в жизни. Нужен Бог. Заклинило, вот не знаешь, как вырваться из этого, не знаешь, что делать. Нет сил. Нужен Бог, значит. Бог дает эти силы. Говорит, да никто не даст мне силы. Проверьте, вы попробуйте. Это чудо. Вот это и есть чудо. Ничего не поможет, начинаешь молиться, раз, помогло. Чудо. Вот это чудо надо использовать. Теперь, если силы появились, обычно, куда мы им тратим? Силы появились, супер. Смотрим телевизор до упада. Я давно хотел посмотреть эти 25 серий «Мертвые не потеют». В конце понятно, что они не вспотеют, как бы, но все равно интересно же, правда? Вот. И когда силы появились чуть-чуть, то я сажусь в телевизор и смотрю «Санта-Билиберду», 567-я, 875-я серия. «Билиберда» не кончается. Но интересно же. И в это время потихоньку рушится моя семья. Когда силы появились, что нужно делать? Отдавать им, близким, эти силы. Обязательно будем обижать и будем жестокими обязательно. Причина – усталость. Но надо знать, что близкие очень ранимые люди, очень ранимые. Почему? Потому что там, где идет любовь, там человек становится очень ранимым. Отношения любви очень ранимые отношения. Надо это знать просто. Допустим, если деловые отношения с начальником, они тоже ранимые. Там есть все равно, как бы ты для него работаешь. Это тоже определенный вид любви, но они такой сильный. Но в близких отношениях люди очень ранимые. Мужчины, женщины одинаковые. Разницы никакой нет. Поэтому надо понимать, что если он нервничает, злится, он просто устал. В этом причина. Вот дети, когда злятся, мы же понимаем, что ребенок устал. Допустим, у меня летел в самолете как-то, и у женщины на руках был ребенок, но постоянно орал. Она посмотрела на меня, как бы я на нее, она говорит, знаете, он просто очень устал. Не спал с утра, там, она мне объясняла. Я говорю, я понимаю. я сам устал, поэтому в таком же состоянии точно. И она сразу успокоилась. Она поняла, что я тоже устал, поэтому такой надутый сижу. Не потому, что у нее ребенок плачет. Видите, нам кажется, когда мы устаем, нам кажется, что все враги вокруг. Подумайте об этом. Это очень важно. Заботиться о близких очень сложно, потому что, когда ты начинаешь заботиться, сразу идет яд сначала. Из близкого человека идет яд. Ты начинаешь что-то делать для него. Ему, для того, чтобы открыться на твою любовь, нужно сначала выплеснуть то, что мешает ему любить. И что он выплескивает то, что разрушает твою возможность служить. Поэтому мудрый человек, когда он начинает заботиться о близком человеке, он должен выбрать определенную тактику. Нужно начинать заботиться, зная, что тебе сразу благодарности никакой не будет, а сразу сначала ты получишь пинка. Ну, то есть, просто начни слушать и жди вот этот пинок. Обязательно он будет сильным, каким-то, злобным, а просто, может быть, близкий человек не обратит внимания на ваше служение. Или он не воспримет это так должным образом, или подшутит над вами. Ну, то есть, все, что угодно можно сделать, надо знать заранее, что это будет обязательно. И спокойно вообще, то есть, если вы настроитесь, что это будет, вы не среагируете. Реакция идет от неожиданности. Мы же копим в отношениях ошибки. Копим, они же сидят, никуда не деваются. И когда близкие отношения начинаются, они вылазят наружу сначала. Если вы не обращаете внимания, потом близкий человек становится очень благодарным. вы скажете, а мой не становится благодарным. Значит, вы продиагностировали, что у вас более глубокая стадия разрушения отношений. Есть разные стадии. Первая стадия обычная, мы просто чуть-чуть обижены друг на друга, потому что мы очень ранимые. Как я только начинаю служить, заботиться, смело, сильно. Близкий человек сначала выпускает яд, потом начинает радоваться мне. Значит, отношения более-менее нормальные. Но если он ничего не выпускает, ни яда, ничего, он просто не обращает внимания на мое служение, это значит, что мы находимся в более запущенной стадии. Эта стадия называется отчужденность. Боль накипела, то есть уже много боли накопилось, и человек поменял отношения. Он боится со мной строить близкие отношения. Это то же самое, я чищу зубы каждый день, но если давно их не чистил, у меня рот весь воспален, я начинаю чистить зубы, и что происходит? Мне больно, хотя зубная паста должна помочь вылечить рот, но я не могу уже ей чистить рот. Почему? Потому что я нуждаюсь лечения. Теперь сразу возникает вопрос, а как лечение происходит? Я же хочу от него счастья, от этого человека. Почему он, какое право он от меня имеет быть отчужденным? Никаких прав не имеет, но он не может просто, ему больно очень, уже накопилось все, эта боль накопилась, он не может, не унит сил. И это также еще знак от Бога, что ты слишком много от человека хочешь. Мы все страдаем, рушим, всеми только одной причиной, мы от человека слишком много хотим. Самое интересное заключается в том, что вообще вектор счастья в отношениях семейных, он вообще имеет другую природу. От близкого человека запрещено что-либо хотеть вообще. Запрещено свыше. Понимаете, надо брать от Бога силы, от природы, от людей и отдавать близкому человеку их. И когда благодарность в его сердце появляется, вот тогда санкция тебе дарить счастье наступает. Если ты не отдавая ему ничего, требуешь себе что-то, в это время вместе с твоим желанием получить что-то от близкого человека, приходит твоя злая судьба. Вот ты, допустим, хочешь защиты от мужчины, придет злая судьба через это желание. А если ты просто служишь ему и знаешь, что хотеть надо от Бога только, от природы, от Бога, от людей, которые тебя любят, через них тебе приходит в жизнь счастье. С близким человеком все не так. Через близкого человека счастье приходит тогда, когда ты ему что-то делаешь доброе, и он становится благодарным. Вот тогда от него начинает идти счастье столько, сколько тебе положено.